Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Поступил вопрос, как может спасать Богородица и может ли, если единственным нашим спасителем является Господь наш Иисус Христос? И на самом деле этот вопрос часто возникает, особенно внутри церковной среды. Мы с вами часто воздыхаем в своих молитвах к Пресвятой Богородице со словами «Пресвятая Богородица, спаси нас». Более того, в некоторых молитвах существуют такие выражения, как «Не имам и иные помощи», «Не имам иные надежды», «Токма тебе, о Владычице Богородице». Мы часто обращаемся к Богородице, называя ее единственной возможной помощницей и единственной, кто может нас спасти от нашего неприязненного состояния. Соответственно, возникает вопрос, а не погрешаем ли мы против истины догмата в православной церкви, обращаясь так к Пречистой Деве. Более того, иногда это клише накладывается даже на молитвы тем или иным святым. И здесь ответ на вопрос будет состоять в следующем. Дело в том, что каждая молитва, каждое наше с вами воздыхание, оно формировалось в определенной культурной среде. В книге «Деяний святых апостолов» апостол Петр, исполнившись Духа Святаго, отвечал перед Синедрионом следующее. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». 4 глава, 12 стих книги «Деяний». И действительно, мы исповедуем единственным спасителем человеческого рода, только Господа нашего Иисуса Христа. Также нужно сказать, что искупление произошло только через Иисуса Христа, только Иисусом Христом. Называть кого-то соискупителем или искупителем отдельно взятой группы, отдельно взятого народа, отдельно взятых людей невозможно. Однако, много молитв возникало в среде военных осад, осадного положения, каких-то действительно проблем, болезней, недугов, общенародной скорби. И тогда люди стали обращаться к Богородице как к заступнице, помощнице, как к той, кому они очень любили обращаться в своих молитвах. И поначалу в более ранних христианских молитвословиях фигурировало воззвание к Пресвятой Богородице, Пресвятая Богородица «Помогай нам». И лишь позже стало употребляться выражение «спаси нас». Изначально оно использовалось в отношении военного дела, то есть в отношении «спаси нас» от данного обстояния. Не «спаси нас» в каком-то сатириологическом смысле, догматическом смысле, что делает только Господь Иисус Христос, а в каком-то более приближенном, более понятном и сегодняшнем, сиюминутном, наверное, смыслом. Так правильнее было бы сказать. А спасителем нашим является только Господь Иисус Христос. Иисус Христос